Банковский вклад – это простой способ сохранить свои сбережения или накопить на крупную покупку. Все просто. Вы вкладываете некую сумму в банк, а он тем временем выплачивает вам проценты за хранение ваших сбережений. Вклад – это то, что может быть открыто только в банке, только в кредитных организациях. Никакая иная структура не имеет права открывать вклад. На привлечение денежных средств банки имеют специальную лицензию. Стоит отметить, что сбережения на банковских счетах и вкладах застрахованы государством. Если, предположим, в каком-то банке отзывают лицензию, но случается такая ситуация, то, соответственно, те средства, которые находятся на вкладах в банках, они застрахованы. И гражданин, имеющий такие вклады, может получить вот этот 1 миллион 400 тысяч рублей в установленный срок. Открыть вклад можно только в банке. Другие финансовые организации также могут предложить вложить деньги для сохранения. Но такие инвестиции не являются вкладом. Как альтернатива, как рисковая история, поскольку государством не застраховано, это размещение своих сбережений в кредитных потребительских кооперативах через паи в микрофинансовых организациях. А все, что помимо вкладов, не гарантируется государством, это высокие риски. Не стоит забывать о мошенниках. Если вы решите вложиться, обязательно проверьте наличие организации в реестре. Необходимо зайти на сайт Банка России и проверить список организаций, которые могут предоставить безопасно данную услугу. Если организации в реестре нет, не связывайтесь. Это может быть финансовая пирамида. Три основных признака финансовой пирамиды. Первое – это агрессивная реклама, то есть очень навязчивая, и в интернете тоже. Второе – это очень высокие проценты. И третье, как схема, которую применяют финансовые пирамиды, это приведи с собой друга, родственника, близкого человека, и мы тебе еще какой-то дополнительный процент или дополнительный бонус дадим. По статистике Банка России на 1 мая 2023 года объемом средств оренбуржцев на депозитах и банковских счетах составляет 261 миллиард рублей. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Только в апреле остатки средств на счетах жителей области увеличились более чем на 5 миллиардов рублей.